добрый день друзья сходил на базарчик потом заглянул приемку набрал всякого разного сейчас покажу чего-то взял такой чемоданчик на приемке на приемке на 200 рублей так взял лампочку вот такую была целая 300 ватт ну не знаю попробовать продать можно может себе куда взял целая колодка ну я думаю надо его продать мне разрозненных есть вот купил такой за 30 рублей уже ладно так сказать ну вот ничего особенного но зеленоватый я вот что-то про это все стекло которое как его звать то урановая то есть он видно что старенький советская фигня вот это вот то ли он вот хочу посвятить ультрафиолетовая лампа есть у меня если что получится интересное то может сделать отдельное видео вот ну я сомневаюсь вот 30 рублей подумал не такие деньги почему бы не попробовать так резиновый уплотнитель вот и само зеркало от прожектора я хочу поэкспериментировать как боюсь что он будет сильно вогнута и скажем фокус где-то вот близко здесь я с антенной немножко экспериментировал ничего хорошего ну как вода кипела но ничего особо интересного не получилось вот ну посмотрим опять же можно это стекло стекло обычно бьется это уже железо сдают такое сложнее найти то есть может быть сейчас прием так сейчас я его куда-нибудь давайте отставлю вот такой вот треногу непонятно взял небольшую кстати голова от штатива то здесь надо барашек смотреть типа какого-то штатива не не сильно понял что за штатив вот были кинопроектор и диафильмы смотреть большие вот но объективы были а черты знает то ли были то ли не были мы типа нам не надо мы не смотрели я лазил не нашел возможно что решили что там одно стекло куда-нибудь отправлял так взял вот такую вот если я маленькие по 200 продавал такую за 250 продам взял за сотку мы как бы не не дешево но на базаре так вот на приемке взял ключик вот такой я продал за 200 рублей такой ключик за полтень взял вот такой молоточек самодельный так разобрал немножко это кинопроектор там зубчатые ремни подержим к восковскому рубанку 30 рублей ну я думаю за 300 можно продать у меня несколько по моему одному я нашел комплект так что такое вот человек не за 200 рублей пижот фри фриде короче братья пижо не знаю насколько принципе можно наверно вывести плоскос ну вроде здесь вот она в 1 черт я знаю 200 рублей отдал с рукой но по-моему руки еще не было ли было не помню дороги не знаю штативчик за сотку так давайте мы будем складывать сюда для статистики так все так ножницы стоп и за ножницы интересно не выпали ли из посылки ножницы и это непонятно что за ножницы наверное выпали как они могли выпасть я вроде все связывал хорошо непонятно честно скажу за ножницы ладно надо думать купить покупать то бы я их не стал так это вот ремень еще один так винт за 240 еще ремень секатор надо подправить вот с приемки что-то взял за полтинник такую стамеску так вот ножницы это я на приемке взял это я помню я двое за ножницы вот взял такую вот типа кошки но опять же она на медью обмотанном с веревочкой не знаю так взял вот такой вот интересный инструмент не знаю пригодится не пригодится вот таких вот несколько по поводу так вот они колесики к ремням так если я товарищу взял диск другая тема так это отсюда взял это от болгарки посадочная под диск какие мысли вот на базаре взял за соточку молоточек вот такой похож на дореволюционный там вот есть то ли какие-то французские слесарные то ли попал не напомню двое нужно так вот вот эти ступни короче по моему я три вот таких ну не знаю два а и вот не показав аппарат зоркий 350 рублей я взял из-за объектива металлический юпитер 8 2 полтинничек можно переделать ну поменьше чем деливаться но больше чем какой там индустер вот светлых тонах вот ну тут опять же тут видео глядел там геликоиды из них что-то там использовали 350 рублей в принципе с чехлом состояние неплохое автоспуск есть дальномер и так далее вот то есть ну не знаю может целиком попробую продать за какую-то еще вот по деньжищем что может быть ну фотоаппарат не на тысячи допущая будет что он сломанный там какие-то и по три и по четыре так ножницы похожи на те которые я должен был отослать недели две назад ну не знаю сравню по фото если вдруг они не могли не выпасть там я заворачиваю а я там помню ящик все сложил как они могли выпасть ящик а то она могут ну или выпали как по-моему я двое нужно так если 1000 винт я сейчас не знаю ну что-нибудь тоже заработаю стамеска 50 допустим прижим рублей 300 этот штативчик рублей 250 300 молоток такой ну не знаю 150 вот такой самодельный я думаю 150 вот этот надо узнавать ну я думаю может 300 так вот 250 ну вот на приемке что я взял на приемке ну штативчики я будет для себя вот эти колесики это я тут одна мысль есть вот это я не знаю что ну поставлю там полкишок там не знаю два дюбеля по-моему где третий должен быть три там два-три дюбеля лампочка не знаю бушные опять же вот эта колодка ну значит ничего не стоит там я не помню раньше то ли 20 то ли 50 рублей какая то ли вот в этих пределах столь сколько они сейчас стоит поставить дешевле секатор и вот так ножницы вот эти поправить чуть-чуть чате но еду можно и почистить может быть и под соточку они вытянут вот если соответственно вторые ножницы полкишок вот для коллекции ножек интересные вот эти пораженный ну надо ремонтировать ну то есть получается если ножницы 150 и секатор 250 ну вот я бы вернул дальше там непонятно сегодня такой день то есть она вот я не знаю сколько это зеркало стоит вот я вот сошил никак не дошью этот чемоданчик для фотоаппарата а вот тут готовый вид если так то получается тысяча двести пятьдесят 450 винт рублей 500 девятьсот пятьдесят прижим 300 две 150 250 железка рублей 500 и семьсот пятьдесят стамеска 150 900 сотка тысячи на три тысячи продать можно но на больше чем на тысячу я взял вот но опять же там сдал двое вилл с тяпочкой за четыреста рублей топор что дешево совсем но он какой-то точно надо такое не брать дрянь за 40 рублей ну вот какой то такой расклад а ключик но вот ключики люди такой что рублей что не за 200 продавал то есть надо попробовать то есть где-то до удвоить до больше не знаю но опять же ты надо сзорки понять поглядеть потому что там есть нюансы может он и полторы стоить может и 800 наоборот вот ну вот плохо что объективов не было у этих проекта кинопроектора и этому диафильму видно что большой такая для день что туда здоровый объектив там был хороший вот ну вот лампочка на 300 вот может что еще интересного там какая-то большущий стоит у них там но он уже и в прошлый раз был вот видимо окрыленно что это по еврейской тематике две книжки взял смотрю сегодня еще две у него там на одну которая не взял в прошлый раз нашел золотую жилу но я чуть поглядел так попер все эти лекции это много лекций в интернете на эту тему скажем так талмудическую там про всякие там про сару про этом пансаро и что-то там еще какая-то дверь ну и про сару лекции этих много поэтому принципе информация есть в единственном да там были какие-то тексты есть согласовками такие простые но не знаем и плохо он у меня идет язык я думаю можно будет найти чего-нибудь каким тексты и получше ну то есть не лучше но больше тому как-то распечатать на в пдф вот ну поэтому пока не не взял так что еще я вам сказать хотел ну вот так как-то нас особо интересно но вот зеркало и давно все такое хотел но поэкспериментируй то есть вариантов там много я вот санта из антенны делал да вода там потом на улице был минус вода котелок армейские закипала без проблем но я учет тогда там так и не придумал какую-то надо систему надо это просто было отрезать варить клепать какие-то там винты регулировочные чтобы фокусе попадала вот ну мне на это площадь меньше ну опять же посчитать если на сантиметров 50 полу диаметр этого вот считаете сколько площади ну девятая часть допустим метра квадратные если на солнце летом двери допустим раскаляется так что нельзя держать то есть это градусов 60 с лишним вот то допустим берем если у нас допустим ну прикинем квадрат 30 на 30 например так условно 30 на 30 то если мы делаем квадрат 10 на 10 то это девять раз больше температура то есть как бы соединяем ну допустим маленькое что-то ну условно мы складываем по 60 градусов и 9 и 60 это 500 чем-то ну вот то есть все равно что-то разогреть как будто всю жар мы скажем вот здесь получаем такой 10 на 10 разогретый до 500 градусов соответственно ну там конечно потери но здесь стекло это зеркало это не какая-то такая фигня ну тем не менее все равно то есть мы можем считать что то есть он тут должно хватать нагреть ну что-то как-то солнечный день без проблем вот единственное где будет фокус вот можно как какой-то внимание всего доброго